Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова Валерий Кузьмин О.Кулакова Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова 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 Можно рассматривать как пример задачи стационарной теории размещения. Каким образом? Представьте себе, что у вас есть стационарный поток падающих частиц. Стационарный поток падающих частиц. Ваша задача найти стационарный же поток рассеянных частиц. Прямая задача поиска параметров стационарного потока рассеянных частиц, функций, характеристик потока падающих частиц и силового центра. Потому что потоком падающих частиц мы можем управлять. И в прямой задаче от России необычно предполагалось, что мы силовой центр, мы это знаем. Ну и тогда пускаем на центр поток частиц и смотрим поток рассеянных частиц. Ничего не знаю, что падающие частицы и рассеянные. Но уже вместо потока частиц можно говорить просто частицы падающие. Или волна, или волна. Значит, падающая волна, рассеянная волна. Видите, я могу предполагать либо корпускулярное, либо волновое представление. Далее второй вариант. Обратная задача рассеяния, еще говорят. Обратная задача рассеяния. Вот обратная задача рассеяния, это задача, в которой предполагается, что мы пытаемся, используя параметры рассеянных волнов, или рассеянных частиц, пытаемся определить параметры ВЛТ, неизвестного ВЛТР. То есть, в обратной задаче рассеяния предполагается, что мы от этого неизвестны, а мы исследуем каким-то образом рассеяние, пытаемся вот этот потенциал определить. Потенциал как бы восстановить. Ну, смоделировать чаще всего. Ну, это, с точки зрения физики, конечно, суперинтересная задача, особенно в ситуации, когда мы действительно силовой центр не знаем. Ну, например, ядерные силы, про них мы много-много говорим, но очень мало про них знает. Поэтому задача рассеяния на ядрах, вот, как раз в этом смысле интересна. Как правило, это именно обратная задача. Ну, а, скажем, рассеяние в кулоновском поле, протон, например, да, там про это мы не говорим, просто протон выступает в источнике электрического поля. Ну, здесь потенциал известен, и поэтому мы можем по потоку падающих частиц определять уже параметры в рассеянных частицах. Вот такая задача. Еще раз напомню, что в рассеянии у нас работает закон сохранения энергии, ну, и закон сохранения состава, как бы, состав частиц. То есть, не меняется. До рассеяния был электронный и протон, после рассеяния электронный и протон. Вот в этом смысле. Ну, мы с вами будем рассматривать задачу округового рассеяния, как пример, стационарной задачи, как пример, который мы будем решать с помощью стационарного уравнения Шлейдингера. Ну, давайте его и запишем тогда. Итак, стационарный уравнение Шлейдингера я пишу. То есть, что это означает? Я пишу неуравнение, и А, Д, С, и В, Д, Д равняются там А, С. То есть, время я исключаю. Ну, каким образом исключаю? Перехожу к стационарным состояниям. Ну, действительно, мы с вами говорили, что если габетаниан в частице, в системе частиц не зависит от времени, то временные и остальные перемены можно разделить. И тогда, фактически, уравнение Шлейдингера создается в двух уравнении. Очень просто уравнение для временной части, который дает решение в виде экспонент Е степени минус Е е делить на ht или Е степени и омега t. И уравнение, да, собственно, чем, собственно, функция габетаниана. Ну, вот я его и запишу. Итак, я пишу уравнение, значит, В квадрат над ВМ оператора генетической энергии плюс ВОПР плюс ВОПР пси ОПР равняется Е на пси ОПР. Вот это уравнение. Уравнение, собственно, значения, собственно, функции оператора габетаниана. Я сделаю следующее. Ну, во-первых, t квадрат над ВМ распишу минус h квадрат над ВМ оператор Лапласа, то есть набло квадрат, набло квадрат. А затем сделаю вот что. Вот перестрою это уравнение. Понимаете, я много раз говорил об этом, что решение задачи очень часто зависит от того, как мы какое-то решение мы выберем. Какую форму уравнения, какую форму прибегим уравнению. Форма может быть более или менее удобная. Может быть, мы как-то преобразуем уравнение, скажем, с финансами, интегральной, наоборот, и так далее. Вот эти пертурбации с уравнением, это типичная вообще ситуация в квадратномеханике. То есть мы как бы пытаемся найти ту форму, которая нам позволяет оптимально найти решение. И, естественно, что для разных задач вот эта форма такой драфт. Одно дело, когда мы, скажем, ватами водорода рассматривали некое стационарное связанное состояние. Другое дело, скажем, задача рассеяния. И вот сейчас мы увидим, что, грубо говоря, одно и то же уравнение, ну, скажем, в случае атома водорода, здесь будет плодовский потенциал стоя, минус r2 квадратная r. И мы знаем, мы решали с вами эту уравнение. А сейчас задача упругого рассеяния, и мы посмотрим, как в этой задаче удобно это уравнение представить. Пока мы его не решаем, мы его просто пытаемся формами изменить. Итак, я сделаю следующее. Это слагаем, перетаскиваю направо. Это слагаем, перетаскиваю налево. Дальше делю все вообще на минус h квадрат на 2f. Ну, понятно, чтобы слева на 2 в квадрате просто сформировалось. Итак, мы получим следующее уравнение после этого. Ну, давайте я его сюда запишу. На 2 квадрат, дальше плюс. А вот дальше я сделаю следующее. Там будет слагаемое, которое с энергией перейдет сюда. С энергией. Так, как оно мне будет выглядеть? Я все делю на минус h квадрат на 2m. Значит, здесь тоже будет минус h квадрат на 2m. Переношу налево, с плюсом пойдет, да? А как оно будет выглядеть? 2m е делить на h квадрат, да? Вот так будет. Плюс 2m е делить на h квадрат. Я обозначу эту величину как квадрат. Сразу давайте запишем, что такое квадрат. К квадрат это 2m е делить на h квадрат. И отсюда же сразу видим, что е, мы будем через k квадрат выразить. Е это есть h квадрат, k квадрат на 2m. Задача попруга в России, энергия это интеграл движения. Интеграл движения. Значит, это константа. Сразу же, с самого начала мы оговаривали, что е это константа, интеграл движения. Ну, а правая часть как будет выглядеть? В уйдет направо со строка минус. Но мы все делим на минус h квадрат на vm. Значит, справа будет 2m на h квадрат v от f. v от f. Вот как мы запишем уравнение Шридзингера стационарное в теории рассеяния. Вот с этого мы стартуем. Ну, ничего особенно тут нового нет. Просто форма, видите, поменялась. Ну, и кроме того, мы ввели величину k квадрат. Тем более, что k, то, во-первых, по размерности волновой вектор, и волновой вектор. Потому что соотношение, видите, вот как квадрат... Вернее, вот это вот соотношение. Одного на что похожее? Ну, если учесть, что b можем ввести равное hk, hk, то это b квадрат на vm константа. b квадрат на vm. То есть, действительно, k имеет смысл одного вектора, b hk – смысл инкульса. И отсюда мы можем сделать вывод, что если у вас е константы, интеграл движения, то модуль k, а значит, модуль b – константа. Модуль k или модуль b – константа. Модуль. Ну, направление-то меняется. Может меняться, вернее. Всядь, это что случается? В случае, в случае, я не банка, это значит, вырождение. Вырождение, то есть, видите, энергия на этаже, а вот k – состояние-то разное. Состояние-разность. Вырождение. Вот это уравнение мы начнем решать. Начнем его решать. Ну, мы же, как бы, пользуемся теорией возмущения все-таки, да? То есть, для нас вот эта часть, е, выстрелит, взыводействие силовых центров, это возмущение. Ну, так давайте посмотрим нулевое приближение тогда. Нулевое приближение. Что будет у нас нулевое приближение? Ну, просто когда b равно нулю. В правой части ноль. И уравнение нам на квадрат плюс k квадрат будет суперпростым. Мы его сразу же разрешим. Итак, нулевое приближение. Нулевое приближение. Значит, b я положаю равную нулю. Как бы нет возмущения. Ну, другими словами, я убираю силовой центр. Ну, и вот смотрю, что мне там происходит. Итак, уравнение на бло квадрат плюс k квадрат на psi. Вот r равняется нулю. Ну, вот это уравнение решается очень просто. Ну, если вы не знаете, как его решать, то вспомните, мы с вами говорили, что решать надо, начиная с простых решений, ответов. Типа степени экспонента. Ну, если они не пройдут, ну, все, это катастрофа. Разрешает, что там какая-то не спецфункция. Ну, а это уже даже есть нищая такая. А вот степень экспонента проверить легко. Итак, я беру, ну, тут-то понятно. Видите, без правой части мы просто знаем, что наше уравнение, это уравнение, что имеется с одной кинетической энергией, а его решением делается, что? За школу еще. Это свобода движущаяся частица. Ну, а свободная движущаяся частица описывается полновой функцией E в степени сил R равняется, ну, я множки на дробные запишу, здесь C, а E в степени плюс-минус IKR. Плюс-минус IKR. Ну, вот я здесь, да, давайте проверим. Берем произволные, вот я много раз это соотношение записываю, да, векторные производные. Я не устаю повторять, что стрелки нужно писать всегда, причем потому что если вы не будете писать там, где надо стрелки, я уже не говорю, что противный, противный случай, когда вы пишете стрелки, там их не надо, это еще можно. ну, стрелки иногда действительно не пишут, ну, так для скорости, ну, понимают, чем идет речь, потому что когда вы стрелки написали там, где ее не надо, ну, действительно, закон полон в школе E квадрат делить на R, стрелки внизу напишите, так, это безопасно. Итак, векторные производные, ну, вот, берем векторные производные, набло это D-O-D-R, да, D-O-D-R, D-O-D-R, E в степени I-K-R, то есть это вы получите I-K на ту же экспоненту, E в степени I-K-R. Ну, если вы возьмете плюс или минус, ну, тут все равно, потому что здесь две производства, два раза надо дифференцировать, да, вы получите, значит, после дифференцирования, после второй производства, то есть здесь я города на плаке вода, вы получите минус как квадрат, ну, а здесь плюс как квадрат, ну, все, все, как я делаю. То есть это действительно решение, это решение. Это плоские волны или свободно двигающиеся частицы. Плоские волны, плоская волна. Не устаю повторять. Вот плоская волна, вот она, видите, есть в степени I-K-R-стрелка. Со стрелками плоские волны. Стрелку опустите, так будет не плоская, а сферическая волна. Понимаете, в данном случае ваша ошибка будет принципиальной, тем более задача рассеяния. Ниже мы с вами еще встретимся, ну, с этими плоскими будем постоянно встречаться, но мы с вами встретимся еще и со сферической волной. И писать себе, что вы утрете, да? Ну, это очень плохо. Я напомню, что значит плоская волна? Плоские волны, плоский волновой фронт. А что такое волновой фронт? Это геометрическое место. Точек одинаковой фазы. А что такое фаза у волны? А это фактор КНР в данном случае, то есть в общем случае мы пишите Е в степени и ФИ, ФИ фаза, мой экспонент, фаза. В данном случае фаза это КНР. КНР константа. Это уравнение плоскости перпендрегулярной вектору К. Плоскости перпендрегулярной вектору К. Поэтому плоская волна ее так будет создадить. Вот она, видите? В нее плоский волновой фронт. Вот на этой плоскости, ну так, представьте себе ее, да? У вас фаза, то есть величина КНР константа. В ДК вот этот вот вектор К. Вектор распространения еще говорит. Ну а если у вас волна, это вот Е в степени и КН, да, плоская волна, а волна сферническая, я просто убираю вектора, и тогда условие КНР константа, то есть фаза константа, да, вот как вы видите. Если в этом случае КНР константа, то в этом случае КНР константа. Видите, вся разница. Отсюда следует, что Р константа МОДУЛЬ Э, это значит сфера, вот у меня я рисую распространение этой самой сферической волны. Вот волновой фронт у сферической волны. Вот это мы запомним. Итак, решением уравнения без правой части, то есть у него приближение, это просто плоская волна. Ну, кстати, вот здесь константа С входит. С константой С для плоских волнов, для функций, описывающих свободное движение, вообще проблем много. Эти константы нормировки выбирают по-разному. Выбирают по-разному. Вот давайте мы выберем эту константу нормировки. Следующим образом рассчитаем плотность потока вероятности, рассчитаем плотность потока вероятности в этом состоянии и приравняем плотность потока вероятности скорости движения. Ну, задача рассеяния обычно добавляет скорости относительного движения. Ну, то есть скорость движения относительно силового центра или центра рассеяния. Ну, предполагается, что в принципе он может тоже двигаться как-то целую цену итак давайте рассчитаем вектор плотности потока вероятности мы будем задача красеяний еще эксплуатировать вектор плотности потока вероятности плотность потока вероятности вектор стрелку сразу вы пишете стрелку не пишите ошибка в чем такая вот я считаю принципиальная ошибка для университета h2m и дальше все комплексно сопряженный оператор на 2 я просто выписываю из книжки стандартные выражения для плотности потока вероятности psy на власть и комплекса сопряженная ну и вот подставляя сюда вместо psy экспоненту е в степени плюс-минус и каэр знаете вот только одно маленькое замечание относительно плюса минусы здесь плюс и минусы можно не писать плюс-минус оставить е в степени плюс и каэр вот этот минус учитывать изменением направления к изменить направление к это на самом деле популярный поход если бы если вы записали эту плоскую волну то есть перешли к такой записи просто не в степени пункции и в степени и камни тогда у вас предположительно как это будет плоская волна который и частицы который налетает слева направо положить направлении слева направо ну скажем если я направлении возьму x обозначу скажем да вот она будет налетать получит направлении съесть но если к возьму отрицательный то противоположим управление полетит вот проще так конечно действует таким образом мы здесь можем поставить только один знак просто вот рассматривая две ситуации к положительные к отрицательные которые соответствуют движению свободно ориентированным противоположным в обратной стороне и так я в дальнейшем возьму конечно вот это в принципе это все равно может считать и так и в степени г ну берем вот здесь мы получим оператор набло мы получим и к экспоненту да и к и к экспоненту но экспонент дружка на дружку дадут c по модулю в квадрате c по модулю в квадрате минус здесь оператор набло все комплексы сопряженные куда в знак сменится не и к а минус и к будет да здесь будет минус минус и к на c по модулю в квадрате так что результате мы получим 2 и к 2 и к 2 и сокращается и ответ будет так или hk делить на f и умножить на c по модулю в квадрате и и вот если я плотность потока вероятности при равняю скорости скорости относительно движения ну скорость просто скорости и частиц потому что если его центр выбрал неподвижный ну что надо сделать hk это импульс то есть я переписываю hk это импульс c по модулю в квадрате и я сравниваю все до скорости отсюда c просто равными единичка по модулю единичка но давайте я выберу просто единичка так просто единичка выбираю так что в будущем не задумываясь пишу падающую волну в виде степени и кайлер более того давайте в будущем договориться что ну так когда принято что вот откуда слева частица налетает для золовой церкви слева так как-то нарисуем слева слева значит мы будем выбирать есть степени и карьер решение вот это с положительным к частицам нападать на слева слева вот как будет выглядеть значит нулевое приближение не целого просто свобода частиц который на бесконечности когда она не ощущает взаимодействием силовым центром и вот она на ритм и у силового центра и такой остается пролетает вообще ничего нет ничего не замечает не меняется но сейчас не включим силовой центр и вот давайте рассмотрим с вами один из методов опять же трансформации уравнения шейдинга его преобразование которое вносит название метод функции грина задачи россии так метод функции грина задача россии он метод функции грина грин и с большой буквы метод функции грина очень популярный метод физики который широко используется разных разделах квантовой физики причем в разных вариантах то есть существует огромное количество разных методов функции грина вот один из таких известных может быть даже самый известный это метод функции грина задачи рассеяния ну вот давайте вернемся нашему уравнению я пока не буду все остальное стирать и вот это вот оставлю уравнение давайте мы введем функцию грина я функцию грина обозначу так же r , это будет функция двух переменных определим эту функцию грина для нас это будет некая вспомогательная функция используя которую мы перейдем забегая вперед скажу вот дифференциальное уравнение к интегральному его интегральном аналог и так определим функцию грина следующим образом на квадрат плюс к квадрат g r штрих вот здесь вот я поясню вот здесь оператор на квадрат вы видите вот он на р действовал не на р штрих вот это надо здесь где-то подчеркнуть вот я здесь внизу так шепотом пишу я хочу подчеркнуть что этот оператор на р не на р штрих 10 видите здесь у нас две перемены правая часть дейта функция дирека дейта функция дирека равняется дельта р минус р штрих вот уравнение которое определяет функцию грина в принципе лишая это уравнение функцию грина можно найти правда как любое решение дифференциальное уравнение оно неоднозначное то есть ясно что функция грина под этим уравнением неоднозначно определяется но об этом чуть пониже а сейчас мы вернемся к нашему уравнению и посмотрим как же можно использовать функцию грина как же можно использовать представить себе что мы ее знаем вот она нам известна тогда смотреть я попытаюсь с ее помощью получить кавычка решение уравнение жизни подавать я выпишу такое решение пси утр является давайте мы вот что сделаем падающую волну как-то ее надо нам выделить падающую волну вот эту вот экспоненту цель я выбрал равными единичками я так обозначу фи а ну фи мы с вами в теории возмущений как-то так договаривались что пси это волновая функция с учетом возмущения а фи без возмущения фи а буду писать индекс а у меня будет подносится подыши волны будущем в и чем он будет просеянной волне относиться фи а это вот эта функция степени и как ну вот здесь вот как надо тоже подписать к а к а к а а это вот тот самый будет волновой вектор падающей частиц я нарисую картинку из школы вот у меня положить направлении ну скажем частицам направлении вот она там издалека налетать просто плоская волна вот она летает налетает начинает действовать и скажем так вот это у меня как а ну а если целого центра нет то частица же дальше у меня пролетит с тем же самым капота ну а если силового центра есть кстати обратите внимание на бесконечность то есть далеко от силового центра уже снова может вернуться к решения типа плоских волк ну правда как вы сами видите я нарисовал частица может туда может сюда кстати может даже назад просеять ну и вперед то есть может россии вперед когда-то вот под каким-то углом кстати вот этот угол его принято отсюда рисовать как бы да вот этот угол ну да бесконечность плоская волна снова будет этот угол у нас и я напомню вам где это обычно обозначается в россии так вот обратите внимание что на больших расстояниях от силового центра сильная частица тоже может плоской волной писать вот только есть одно дом упадающего ловите когда мы его знакомы на слева а у россии на волны это на бесконечность ситуация бесконечность вот этот вектор кстати по модулю ведь у нас ката по модулю константа поэтому по модулю к а и вот этот вектор к б на бесконечность они совпадают по направлению только могут быть отличаться к а вот это у меня будет к б это может частица может сюда можно сюда рассеяться в фантомеханики мы сразу должны соображать с определенной вероятностью только да с определенной вероятностью могу сказать о россии на в этом направлении в этом в этом в этом в этом ну и угол это у меня как-то google сканирует из смотреть вероятность вероятность чего а фактически вероятность перехода вот эти мы теперь пытаемся связать наш подход с подходом не стационарной теории возмущений есть бесконечный континуум до конечный состояние уже после мол но они отличаются направлении вверх не могу либо направлением вектора к б наша задача подписчики рассчитать вероятность перехода изначального в этом состоянии до конечное состояние с к б вектором который может быть ориентирован как угодно и более здесь мы поскольку смотрим вообще-то этот вектор к б может пространство ориентировать как что это означает это означает что кроме угла дэта по идее надо будет еще водить это полярный азимутальный еще да то есть вот вдоль этой оси я рисую как и потом на счету окружности и по ней там какой-то профиль будет отражать у меня рассеяние в азимутальному хотя на практике вот эту вот азимутальную зависимость россии как вы знаете как-то редко редко приходится один вспоминать хотя знаете вот вот теория рассеяния пожалуй впервые мы где познакомились на втором курсе в термии но в общем везде тоже чем-то может вам говорят про россии а вот мы все время еще по знакомились с теорией рассеяния на военке мы родили купи вот 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 заморожены а ходить нужно было точно потому что это не халява тут у нас в университете награждан нам надо приходить хотя бы в училище готовились на плохо я вам помогу рассказывать ситуацию в этом дело отпечаталась подполковника сидорова артиллерии вот кстати вот этот подполковник сидорова нам протер в россии уже рассказывал когда в станке пушки ну или примерно ну например пушки артиллерии на примере пушки ну там за счет того там ну всякие останет его выяснилось сколько мы там проходили вообще ужас просто этот танк вообще по деталям разбирали по всякие там еще такие простыни вообще стену механика всяких и так вот но я с артиллерией запомнил такую характеристику которую прямое отношение к россии причем к россии которое зависит не только от угла это но и от угла фи это коэффициент фигурности цели у нас такой был в артиллерии ну танкисты я думаю что артиллеристов у всех коэффициент фигурности цели ну представьте себе да вот цель перед вами вот ну она же может быть такая кругленькая вот один коэффициент фигурности цели вот а может быть какая-то такая вот вот круглый для каждого коэффициент фигурности цели вот ну а может вообще какая-то там не знаю заговорит я сейчас деталь уже не помню учил военную плохо хотя бы уже командиром взвода нашего общества вот кстати я до сих пор думаю почему я выбрал офицер которого нам представили куратор командиром взвода знаете как нас выстрелили как в самом начале там в корридорах военные в потвари мы так стоим замороженные замороженные такие и вот вот майор наш ура вот так в порядок ходит и смотрит на каждого фильма знаете каждого десятого расстреляют все так ну что сейчас нам делать вот ходил туда обратно потом подошел ко мне и сказал будешь командиром взвода вот это была такая полка потому что я человек совершенно не такой не военный я помню что все старослужащие громко всегда над ими смеялись что я тут честь отдам беспилотки вот то делаю на разводе у тебя ребята думаю это представляет вот так вот первая была большая кокмана сбора когда я подошел к нашему старшине начал ему докладывать что третий взор второй урон и вот так к разводу подготов то а мне старшина маньячит почему маньячит а все смотрю там наблюдают упишники старослужащие они все начинают подрываться потому что рядом с этой старшиной стоят два офицера один майор и другой полковник разрешите обратиться а еще старшине я сразу вот эти приколы были как-то за время сбора как-то писался вот и вот видите теорию рассеяния коэффициент фигула оси цели это очень интересная с точки зрения физики теории рассеяния характеристика она напрямую связана конечно с тета и зависимостью вероятность россии идем дальше итак я попытаюсь сейчас построить решение прямо решение ну смотрите если нет у меня силового центра нулевое приближение я пишу прямо фи а вот это то есть в правой части это нулевое приближение но так же как видите в теории рассеяния в теории рассеяния в теории возмущения у вас возмущенная волновая функция она начиналась с нулевого приближения дальше шел шло слагаемым первой второй третьей пятой десятой степени по возмущению это были поправки соответственно первое второе приближение так вот вот эту вот поправку теории возмущений мы сейчас запишем интересным образом плюс а вот теперь смотрите давайте я вот что во первых сделаю вот эту вот всю часть правую чтобы мне ее не переписывать так 2m b наш квадрат я обозначу а от r а от r и вот теперь добавлю сюда интересный такой слагаем вот так я построил интеграл так вот вот почему никто ничего не сказал что я психически здесь забыл записать переписал я понял да само собой конечно но тем не менее сейчас для меня сейчас это важно то я забуду функцию в силу от r вот так вот конечно видите уравнение а то я так переписал переписал но не все то есть а это у меня 2mv h квадрат видите я начал проговаривать тут сложно очевидно у меня пси то пропало это пси итак добавляем туда слагаем смотрите как я его пишу g вот r f штрим функция гвина дальше а штрих правая часть она кстати видите она линейно по возмущению но это не означает что тем не менее это слагаем будет в целом линейно по возмущению не означает что вы ниже об этом поговорим итак а вот r штрих это очень важно здесь d r штрих вот вот видите такое некое интегральное соотношение ну если аутер штрих переписать давайте все-таки перепишем теперь так равняется фи аутер плюс аутер аутер переписываю значит это что 2м делить наш квадрат вытаскиваю 2м наш квадрат интеграл функции глина g от r r штрих здесь вектора стрелки функтируем все эти надо писать дальше v от r штрих c от r штрих d r штрих вот как это якобы решение якобы решение в кавычках решение почему да это не решение это интегральное уравнение мы преобразовали наше дифференциальное уравнение тар trabalho деньги сегодня справа под интеграл тоже сирк строй то есть фактический ты так играет итрать потеря италь уравнение филота коллектива вот это интегральное dragged hot ах подойти к проблеме теории возмущения построение видов теории возмущения и мы сейчас увидим что эта форма позволит нам получить ряд супер интересных результатов чем точных результатов как и страны мы получим не решая за уравнение это очень важно представляете себе когда вот вы сталкивались с каким-то уравнением и просто перестраивая слагарами там что-то такое умножает умножает деля там на какие то то есть преобразуя форму вдруг вы получаете точный результат не решение но тем не менее точный результат сейчас мы увидим как это будет выглядеть итак для того чтобы значит решить то нам конечно функцию грина надо знать это раз а во вторых надо решать это интегральное уравнение так вот мы поступим следующим образом а вначале я значит функцию гринер посмотрим как ее искать сюда но потом посмотрим относительно того как саму уравнение я хотел бы обратить внимание только на одно очень важное обстоятельство посмотрите вот здесь у вас интегрирование идет брэш 3 и фигурирует в л.д. штрих представьте себе что речь идет о рассеянии на короткодействующим потенциал с конечным радиусом действия сил обычно радиус действия сил обозначает берега это характерный размер системы ну например ядра характерный размер ребра порядка 10 минус 12 сантиметра 10 минус четвертая экстрема 10 минус четвертая экстрема ясно что за пределами вот этой области у вас ядерные силы мощные ядерные силы они фактически не работают так что означает одну а а ватами ватами там как раз за пределами области с размером порядка одного экстрема потенциал куломовский резко резко зануляется резко зануляется почему ну просто почему потому что у вас ватами положительный заряд он экранирован отрицательным зарядом электронов и фактически это нейтральные системы за пределами атома у вас фактически куломовский потенциал ну ну или резко экспоненциальных экранированных другими словами вот здесь вот в ровно штрих фактически ограничены позволяет ограничить интегрирование интегрирование областью меньше меньше это означает что в правой части потому что вот эту правую часть найти этот интернет достаточно знать функцию все не везде а в области действия потенциала в области действия потенциала вот это правильно потому что частица взаимодействует рассеивается но только тогда когда у вас она попадает здесь и потенциал опять мы имеем дело с отсутствием рассеяние и с нулевым приближением вот это все это очень важно поэтому если мы скажем рассматриваем поведение решения на больших расстояниях целого центра за пределами области д интересно здесь у вас будет решение на больших расстояниях так определяться будет решение функции на малый как раз расстояние в области действия потенциала вот здесь потенциала и так начнем с решения уравнения для функции грина то есть вот с этого уравнения вот с этого уравнения значит будет начать его влог я что сделаю по действию на левую правую часть уравнения оператором обратный на 2 квадрат обратным оператором и так тогда явно как выражение для функции грина но это правда будет уравнение все равно а вот следующим образом G R R' равняется дальше обратный оператор единица на на блок квадрат плюс k квадрат плюс k квадрат на блок квадрат дельта m минус R' дальше что мы делаем дальше я вот что сделаю ну чтобы прямо подействовать вот этим обратным оператором на дельта функцию я дельта функцию распишу ее стандартном виде через интеграл то есть интегральную форму используя дельта функции грика тогда это будет так выглядеть ну и кроме того я втащу оператор на блок квадрат вот этот интеграл и так единица на 2 пи в кубе это пошло коэффициент уже выражение интегрального для функции для дельта функции грика дальше интеграл е в степени и у R минус R' дальше оператор на блок квадрат плюс k квадрат ну вот чтобы мне меньше писать вот этот оператор обратный там должен действовать вот на эту подинтегральную функцию причем он действует должен по R не R' а по R ну давайте разберем и по действию дело в том что действие оператора на блок квадрат экспонента мы уже знаем это действие даст мне и Q один раз и еще раз и Q то есть минус Q квадрат даст и фактически действие этого оператора обратно можно прямо записать как квадрат минус Q квадрат в знаменателе это прямо подействовало уже ну и тогда здесь D так здесь D Q у меня так D Q вот как выглядит еще раз напоминаю что сама дельта функция грика вот так определяется без знаменателя без знаменателя это интегральное представление дельта функции грика ну а я взял просто подействовал на под интегральную функцию на экспоненту этим оператором ну и результат действия вот знаменатель оставил на самом деле законность такой процедуры она как определяется мы с вами договорились что функцию от оператора мы рассматриваем в виде ряда по степеням этого оператора а потом обратно берем это разложения мы заменили фактически на под квадрат на минус квадрат мы его обратно собираем вот в этот заменатель то есть это фактически замена вот этого оператора так как квадрат как квадрат как квадрат как квадрат как квадрат я не буду его до конца брать я просто словами расскажу что мы будем делать ну во первых переходим к интегрированию свирической системе координат первое переход к интегрированию свирической системе координат то есть я дейку вот смотрите процедуры я сделаю первое значит дефу я расписываю как q квадрат деку синус тета д тета д фи здесь тета и фи это углы полярные изимутальные углы вектора q вектора q здесь можно приписать синус тета q тета q фи q чтобы не путать с полярными изимутальными углами вектора n или h это раз второе значит вот здесь вот скалярное произведение я его распишу ну как модуль q на модуль р минус а штрих и на угол между веточная косинус угла между ними давайте вот этот косинус или угол между ними выберем равным тета для этого у нас есть некий произвол произвол в выборе системы координат так вот систему координат для вектора q я выберу так чтобы ось z была направлена по вектору р минус а штрих тогда при раскрытии скалярного произведения у меня войдет косинус как раз вот это вот это q итак значит q на r минус а штрих внимательно смотрите за стрелками здесь я записываю следующим образом это скалярное произведение я его распишу так у модуль дальше модуль р минус а штрих и на косинус угла косинус тета q повторяю я выбрал систему координат о сет с осью z параллельный вектору r минус а штрих ось z выбрали вот так и теперь обратите внимание что а от фи у меня ничего не зависит здесь тут квадрат от фи ничего не зависит интегрируем по фи 2 пи получает вот здесь 1 2 2 вы видите дальше интеграл попу вот это что я говорю берется легко почему потому что здесь видите у вас останется вместо экспонента е в степени и по r минус а штрих по моду до косинус тета дальше синус тета вот это этот интегралный перерыв по углу и в результате мы получаем только интеграл по деку модулю вот интеграл по деку модулю ну что делать там его надо считать вот тут и как раз мы столкнемся с тем что о чем я говорил в начале видеть дифференциальное уравнение для функции грида имеет вообще говоря неоднозначное решение да есть варианты от чего они зависят но обычно говорят выбора условий да очень граничные условия ну видите как что за что для нас это означает это означает что среди всех возможных функции грины которые мы получим мы должны выбрать те которые нас устраивают с точки зрения граничных условий а что значит для нас граничную условия вот не ставьте себе у вас налетает частица из бесконечности да вот происходит рассеяние удобнее скажем рассмотреть усилическую волну я взял камень бросил воду дорог другие расходятся но обратите внимание что чем дальше тем они там амплитуды все меньше 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 умер на все но представьте себе другое решение формально который тоже может существовать когда без того чтобы умереть на бесконечности волна у вас на бороться начинает ну и в конце концов там уже в конце концов там позаваться просто ясно что с точки зрения граничных условий это решение нас не устраивает мы его просто как нефизическое как нефизическое решение выбрасывали то есть мы должны вмешиваться также как при решении уравнений мы задавая какие-то определенные граничные условия отбираем решение или класса решений это применимо но пока это формально в чем где сказывается а вот смотрите оставшийся интеграл по деку модуля это будет интеграл который в теории у нас раньше это типичные интегралы из теории функций комплексного переменного эти интегралы но что значит комплексную перемену ведь этот фактор есть степени и кулу модуль на эр модуль у вас как квадрат минус квадрат есть вода фактически фигурирует там еще вот есть но еще кроме того из интегрирования по углам вас еще единицы на ку появится да это интеграл с комплексным числителем таков стандартного вида которая стандартного вида это получит которые считаются помощью теории вычетов это же вы тоже проходили на теории вычетов проходили вот это стандартный интеграл здесь есть полюсы у под интегральной функции какие полюсы у нас да переменная интегрирование у у полюсов увидеть вот они уравняются плюс минус к плюс минус к и на самом деле результат 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 интегрирования помощью теории вычетов будет зависеть от того как вы обойдете эти полюсы я нарисую картинку обхода полюсов которые как раз правильные с точки зрения граничных условий решение для функции грина вот эта картиночка вот здесь у меня вещественная ось здесь мнимая ось вот у меня точки плюс к и минус к это полюса полюса вот и вот обход полюсов я вот теперь пожирнее выберу так вот этот полюс я обтажу так вот значит направлением года здесь завыкают так вот стрелочки вот фактически я нарисовал вам тот контур интегрирования который я выбираю с определенным правилом обхода полюсов тогда у меня я смотрю теорию вычетов и прямо пишу ответ пишу ответ и вот я миновал эти промежуточные выкладки и просто запишу ответ для функции грина которая нас устраивает с точки зрения как раз граничных условий итак ответ для функции грина итак я выбираю функцию грина значит вида G от R R' такого вида это будет минус E в степени E в степени IK R-R' по модулю и деленное нам 4P R-R' по модулю и деленное нам 4P R-R' по модулю вот этот R-R' по модулю откуда у меня появился когда я интегрировал по углу по тета вот это да E в степени IK R-R' тогда у меня появилась единица делить на модулю R-R' ну а числитель понятно у вас в числителе под интегральной функцией как раз стоит эта величина ну а в ответе с заменой Q на полюс K вот ответ кстати здесь вот что важно что важно здесь для граничных условий это конечно вот этот фактор E в степени IK R-R' ну а R-R' в заменателе он всегда останется на самом деле вот здесь вот знак важен конечно который мы получили ну а теперь я попробую как бы найдя функцию Грина записать вот это решение в кавычках то есть я снова возвращаюсь вот к этой формуле и подставляю сюда вместо функции Грина уже вот как бы найденное мной выражение и так значит в результате я получу следующее Пси от R равняется падающая волна Фи А от R так дальше вот этот коэффициент там минус еще двойка сокращается ну двойка появляется в знаменателе это M делить на 2pH квадрат с минусом минус M делить на 2pH квадрат ну а дальше интеграл вот я его ниже запишу интеграл ну вот здесь E в степени IK R-R' штрих штрих делить на R-R' так и ну все остальное V от R штрих Пси от R штрих D R штрих вот как я преобразовал уравнение Шренингера с помощью функции Грина ну казалось бы казалось бы вместо известного нам и как-то уже, ну знаю, позору привычного такого родного и финансальное уравнение мы получили не очень знакомое, не очень привычное интегральное уравнение вот, но тем не менее занимаясь этим рядом не решаясь, а занимаясь этим уравнением мы сейчас получим ряд, на мой взгляд, совершенно выдающихся результатов истории России таких известных, широко используемых я бы даже так сказал, что широко используемых без решения самого уравнения вот это очень важно понятно, что для решения уравнения, ну во-первых, нужно знать потенциал силовой центр потенциал силового центра ну и какую-то схему расчетов использовать ну давайте сразу относительно схемы расчета если я все-таки пытаюсь решить это интегральное уравнение для интегрального уравнения обычно используют метод последовательных приближений в чем заключается этот метод ну давайте будем так рассуждать если мы считаем, что силовой центр оказывает относительно слабое воздействие на частицу будем считать, что решение функции решение для функций в области действия потенциал мало отличается от падающей волны в этой области то есть поведение истинное истинное поведение слабо отличается от поведения плоской волны падающей волны и тогда на первом этапе итерации мы просто заменяем здесь всего Т штрих на ФИА на падающую волну и тогда мы получаем поправку первого приближения мы сочетаемся мы знаем силовой центр потенциал В это функция падающая волна да мы просто интегра сочетаем далее что мы делаем ну если мы сочетали интеграл нашли первую поправку волновой функции нулевого приближения первая поправка затем что делаем поправленную функцию снова подставляем сюда она все-таки есть некое лучшее приближение решение мы снова подставляем сюда и тогда что получаем снова получаем нулевое приближение первую поправку естественно получим снова и вторая пойдет поправка почему а может первая поправка функции она линейная ОВ и подставляя первую поправку сюда мы получим эффект уже эквадатичный ОВ вторая поправка ну и так далее то есть двигаясь так вот по приближениям по последовательным приближениям мы получим некое разложение для функций в некий ряд по степеням возмущения будем говорить первую поправку тогда вот эти ряды теории возмущений в теории России получили название борновских придет и сама теория измущений получил название в труд Борновском теории в profund их приближениях то есть фактически мы работаем теории Борна или Борновских последуальных mustache но эта процедура сложная и я бы стал так что чаще всего естественно ограничивается первым приближение первым вернемся еще так вот ему вернемся повторяя в первом приближении вот сюда просто подставляют падающую волну вот поехали и немножко вернемся назад до последовательных приближений и получим один из точных результатов найдем поведение решения на больших расстояниях от целого центра и так целого центра по умолчанию предполагаем короткодействующие считаем что силы сосредоточен в области с неким размером д этим размером когда меня будет интересовать поведение решения на расстоянии много больше д на расстоянии много больше д и так смотрим и так значит д характерный радиус действий сил что-то означает кстати мы с вами уже говорили различает что в этом интеграле фактически интегрирование обрезается вот это как раз этим размером д будем считать что д это радиус характер радиус действий сил россии тогда в интеграле можно считать что р штрих ограничено областью не меньше то есть за пределами этой области потенциал в ноль обращает грубо говоря очень интересный факт будет расстояние а решение которое меня интересует оно же от р зависит обратите внимание это как раз на точка в котором наблюдаем как вы решили наблюдаем результат рассеяния но эта точка у меня будет удалена а вот далеко я скажу так что на практике в теории россии не в теории россии а в экспериментах россии именно ситуации так и обстоит вы представьте себе ситуацию вы наблюдать это занимаетесь рассеянием на ядрах область размер ядра 10 минус 4 а вы где сидите даже если мы сидели в электронной полочке это на атомы представьте себе да у вас размер стрема вот вы сидите на поверхности сферы на сфере радиус и сканируйте по сфере находите как вы смотрите центр рассеяния саломольца размером 10 минус 4 порядка меньше это вот все устраивает на по реальной жизни совсем не так вот вы рассмотрит скажем нейтрон и фракции не просили метров но это вот реактор реактор от него идут такие каналы гигантский зал канал идут кучок нейтронов идет вот он попадает там в конце канала там устроен специально держал держатель там образец ставят вот ну и кучок попадает на образец рассеивается и считают рассеянные нейтроны конечно считаю как это макроскопическая какая-то установка ну грубо говоря сфера по которой вы на этой поверхности вы считаете попав через окошки да считаете прошедшие нейтрон рассеянные ну это же макроскопического размера величина а рассеяние нейтронов идет на ядра на ядра размер то есть вот это типичная ситуация типичная ситуация ну и там везде практически такая ситуация везде вот давайте посмотрим как это все у нас теперь будет видеть что это означает означает что вот здесь под игралом может какие-то такие упрощения сделать р штрих у меня много меньше порядка дель но р много больше дель значит у меня р штрих много меньше это очень фактически я могу здесь вот интеграла рассмотреть вот такой параметр малости много меньше единицы отношения шрифт много меньше единицы это это правильно волосе я здесь и учту причем я давайте сделаю очень просто вот пока дать с экспонентом разберемся здесь м минус р штрих ну во-первых можно было бы что сделать просто взять р штрих равно нулю положить так вот ну наверно в принципе это можно было но что тогда я случу то есть я выплеснулся с таким предвижением выплеснули верты конечно мне эффекты связаны с р штрих обязательно учитывать так но я учту их по мере необходимости минимальную минимальные порядки штрих начну вот чего вот здесь вот давайте разложим и так это вот так я запишу так это корень квадратный r квадрат минус 2 r штрих стрелки пишите здесь скалярные штрих и плюс r штрих квадрате все это в степени 1 2 все это в степени 1 2 корень квадрат ну давайте я приближенно теперь этот корень извеку ну во первых я запишу под коренное выражение так вытащу r квадрат за скобку скобки у меня останется для преобразую немножечко r квадрат здесь можно без стрелки его написать так дальше единица минус но если я квадратный степень будет 2r на r штрих делить на квадрат ну и плюс r штрих на р квадрат вот так вот коренной выражение пойдет да у меня все в степени 1 2 ну а дальше значит пишу равняется приближенно r остается скобки единица минус ну а здесь ну как известное такое приближенное выражение корень единица минус x и x много меньше единица это единица минус x пополам ну вот я это использую двойка меня просто уйдет это будет r штрих 9 на r квадрат ну а дальше можно сделать смотрите значит два сагага я получил вот первое которое тоже и вообще не зависит ну я его естественно ставлю е в степени к кстати его то можно за знаки интеграла вообще вытащить так дальше в знаменатель я вообще проще поступлю я здесь сразу р штрих пренебрегу r ставлю модуль тоже можно вытащить за знаки интеграла понимаете начинает формироваться вообще зависимость решение решение значит расстояние концентра от r значит смотрите итак я это вытаскиваю если бинника и вытащу дальше отсюда единица на вытащу но тут остается фактор такой значит вот r штрих делить на r делить на r дальше к надо еще на к умножить на к а сейчас мы разберемся итак я веду некоторые такие вот новые обозначения и так значит я этот фактор дать вам распишу его подробнее а r минус р штрих ну что я получу равняется k на r это вот первое слагаемое дальше минус k r штрих делить на r модуль вот этот фактор я распишу посмотреть я вот так распишу по первых и так вот к а дальше вот что будет r штрих r штрих умножить на r делить на р модуль это единичный вектор в направлении радиус вектора единичный вектор в направлении радиус вектора и я перепишу это следующим образом равняется как r минус к виду вектор в направлении радиус вектора по модулю разный к к стрелке передает модуль и обозначу к b к b это будет у меня волновой вектор рассеянные волны магических и так минус kb на штрих чем это вектор r штрих вот как я запишу приближенно это даже еще развить вот здесь сразу я запишу я ввел вектор kb равный k r делить на р модуль но вернемся к картинке которую я рисовал классической картинке который мы привыкли из классики вот оно пошло-пошло рассеяние на больших расстояниях от центра я радиус вектор провожу да и это фактически будет направление наблюдения направление наблюдения р у меня здесь бесконечности стремится в масштабе характерных размеров силового центра бесконечности стремится так вот вдоль этого направления я и смотрю плоскую волну с волновым вектором вот он направлен как раз по вот этому направлению kb вот как раз и будет направлен вот сюда кстати давайте я его тащу центр а вот этот у меня вектор был к а вот они как видите связаны да вот воду них надо одинаково сделать то есть kb у меня будет направлен по радиусе но радиус вектора я меняю смотрю сканирую по радиус вектору и нейтрон и ловлю ну если речь идет о россии нет он вообще про нейтроны все время говорю что был свидетелем того как в питере точения в гатчине там врачи я сейчас пья как они ловят и нейтроны но не ловит то сидя на них телевизор где там насчет как только нейтрон словили там у них что-то отмечается но и так вот растет как в число россиянцев нейтронов форме ну а не пью чай в тем временем как у них был где-то в середине 70-х годов и чай пили и чаще пили они называлась может кто-то помнит как это называлось потому что это так давно поздно все это то есть вот бюлку это скрытку не спиняна вот такой не спиняна президента кремену кстати был он не архиве причем после него пошла вот эта крупность по первым не спиняна это люпа настроена на спирту ну спирт лаборатории знаете раньше говорит так для для промывки оптических осетях вот когда спирт выписывали ну так же у нас парка приходишь в корни спирт напиши обоснования какой-то ну теоретик вот придет теоретик как вы в основании напишем ну не знаю для промывки таких вот интегральных уравнений еще чего-то а вот для промывки оптических осей вот оптики в лабораториях там где вы смотрят оптические оси вот для промывки оптических осей нормально оси и смеет вот они сидят не смеет а там это все не трону ниже и очень маленький эту статистику они набирают ни часами ни днями месяцами сидя ну и тогда начать все хватит все завязали как завязали так и есть зависит у сколько сколько могли сколько успели так сколько и набрали жизнь была веселой сейчас ты должен это не позволить у нас считается да как позвольте месяц сиденья просто ничего не делать не надо сейчас это все же влечащитильных манинжеров также не было эффективных манинжеров поэтому народ занимался чему вот я вспоминаю про мисбава заговорил что там долгую всю генерию спирт тоже не использую я помню в институте в черноголовке под Москвой там и суд химической физики такое деление суд химической физикой запрессивно поскольку есть учитель пакадемии но вот это был приятель занимался мисбава если надо вот такие делали раньше вот на 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 спирту проспит каких-то сидача пили но сейчас между прочим как вы сами знаете пьют очень мало ну я имею в виду научили кстати научили не так так и существенно меньше ну это как то что хотя на произведение честно говоря не сильно поприял смысла роста там рейтинга взяли не повлияло но вот сколько с спиртом разные были у них был лаборант выбрать а они зачем вот эти ну там всякие спирт или химики в общем спирт или там все слива и спирт достатки какие-то грязные тоже туда сливать а лабора у него что там спирт он придумал за это что нужно сделать в этой ситуации к совету приедет поскольку бензоток продлил берешь хлеб у меня изображение винов на массе спирт он проходит через когда придет хлеб становится влажным проспиртовывается влево а кроме того хлеб он еще и как бы он работает как нибудь такой ну как вы знаете эти самые как уголь который который промываем желудок и так далее то есть как нибудь такой вот фильтр ну а потом берем и аккуратно трясаем верхнюю часть хлебушка осадочные есть нормально да в донецке 30 или донецк по-другому действовал понимаете низкими температурами они брали и готовили и спирт такие таблетки таблетки но пирогу жидки гелик по слове в азот и так далее таблетки таблетку под язык я правда не понимаю как это может там же таблетку под язык ну и так вот я встречался с такой подходом в Амганистане там есть такое понятие которые европейцы называли сухой гоньяк поэтому они называются нас нас интервью увидим этот самый вот так это называется таблетки таблетки я включил французское название этой таблетки шауна а я был в барселе там центральная улица называется лакан и бьер ну а фарфортовый город и эту улицу все называли как-то бьер ну догадываюсь да бьер это пиво ликан и дир бьер а кан это труп сосуд какой-то что больше всего похоже на карту врач молодого населения как это назывался лидо алюминий такой лидо лидо карты ну вот эти карты бьер валики так его звали а на самом деле знаете от чего улица пошла такое название центральной улице марселе вот конопри просто там вязали веревки ну а веревки из конопри рачу то есть это конопля а вот вот с этой улице у меня сейчас связано как только я решил на фермер там обращает на себя внимание огромный дом на котором сверху написано морель попье это морские пожарные я буду рассказывал вам или нет это вообще на самом деле очень интересная ситуация во всех городах франции пожарники называются так сапер попье а тут море попье морские продадут море поэтому пожарные морские хотя бы ницца там тоже море а пожарные называются сапер попье вот а там как интересно еще не стоит поучительная весьма история не случился где-то вот на рубеже веков так в конце 19 века пожар в театре и погибло около 70 человек он сгорел вот в результате значит мэр ушел в отставку и всю пожарную команду в городе отправили все выгнали всех вот и на их место эти сапер попье взяли вот морские пожарники всех пор в Морселе уже второе столетие именно морские пожарники вот и еще другие дорогие просто потому что те пожарники то есть вот вот такой пожарничек допустили у нас кстати вот для нас это очень такая история учителя нам и так управлять заводом начальника под старт милицию все нужно менять ну ладно итак милиция о бля ух 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 ух